Всем привет! Каждый день команда Универньюз готовит для тебя порцию свежих студенческих новостей. В эфире я Диана Шилова и мы начинаем. В апреле пройдет всемирная акция «Тотальный диктант-2019». Почему Казань должна стать столицей «Тотального диктанта» мы расскажем в нашем сюжете. 2018 год в Татарстане был назван годом Льва Толстого. К ФУ было проведено множество мероприятий, посвященных писателю. Значимой точкой стало открытие во дворе главного здания университета бронзового бюста «Классика», подготовленного в рамках проекта «Аллея российской славы». В мероприятиях были задействованы все сотрудники и студенты КФУ. Год Толстого в Республике Татарстан и Казанском федеральном университете усилил роль республики и вуза в распространении русского языка, литературы и культуры и прочно связал в сознании мирового сообщества имя Льва Толстого с КФУ. Благодаря сотрудникам университета мероприятия, посвященные писателю, вышли за пределы России и были проведены в Японии, Польше и Испании. В церемонии закрытия и других мероприятиях кода Толстого в статусе почетного гостя принял участие Владимир Толстой, советник президента Российской Федерации по вопросам культуры. 13 апреля пройдет всемирная акция «Тотальный диктант-2019». Один из четырех фрагментов диктанта основан на рассказе Льва Толстого про зеленую палочку. Автором диктанта стал писатель Павел Басинский, написавший ряд произведений о великом классике. Для «Тотального диктанта» остается выбрать столицу. Сейчас выбор идет между пятью городами. Казань, Пенза, Ставрополь, Таллин и Ростов-на-Дону. Если бы я голосовал, я безспорно голосовал бы за Казань. Это очевидно, потому что это очень толстовский город. Павел Басинский в последние годы, может быть, один из самых ярких авторов, написавших о Толстом. Три очень серьезных исследования. И мне кажется, что просто логично и сам здравый смысл подсказывает, что Казань была бы идеальной столицей для проведения «Тотального диктанта» в наступающем 2019 году. 2 февраля состоится защита проектов от каждого города. Претенденты будут оценивать в соответствии с опытом проведения подобных мероприятий, обеспечением и наличием больших площадок для проведения и другими критериями. Я считаю, что столицей «Тотального диктанта» должна стать Казань. Казань – это город, который объединяет много народностей, много национальностей, в котором так соседствуют и дружно живут татары и русские уже много-много лет. Поэтому Казань по праву должна считаться столицей «Тотального диктанта» в следующем году. В случае победы в Казани Казанский федеральный университет станет площадкой номер один для проведения диктанта. Диана Шилова, Артем Тупичкин, Универ-Ньюс. Лучшие результаты сезона по легкой атлетике в мире и Европе, показанные в Новочебоксарске. С 11 по 13 января в городе стоялось первенство Приволжского федерального округа по легкой атлетике. В соревнованиях приняли участие свыше 800 легкоатлетов, которые в течение трех дней разыграли 32 комплекта медалей в разных возрастных группах. С 11 по 13 января в Новочебоксарске состоялись чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по легкой атлетике. В составе сборной Татарстана выступили четыре студентки КФУ. Регина Якупова, Юлия Яговкина, Долида Галимова и Мария Урбан. Я бежала 200 метров, мы планировали приехать на один день, выступить, уехать, но произошла такая ситуация, меня попросили остаться выступить на эстафете 4 по 200, и вот соревнования протянулись на два дня, мы заняли первое место на эстафете еще. Студентка КФУ Регина Якупова стала чемпионкой ПФО в эстафете 4 на 200 метров, рассказал тренер сборной Наиль Минибаев. Соперниками были девушки из Чувашии, также бежала в финале с девушкой из Татарстан и из Чувашии. По итогам состязаний будут сформированы сборные команды регионов округа для участия в первенствах страны. Камиль Гемоздинов, Александр Юдин, Универньюз. Специалисты ботанического сада КФУ провели эксперимент, попробовали одолеть калифорнийского мученистого червеца с помощью полезного насекомого золотоглазки. В декабре 2018 года они занесли золотоглазку в оранжереях тропических растений, ботанического сада, и стали наблюдать, сможет ли она одолеть калифорнийского мученистого червеца. Подробности эксперимента в следующем сюжете. Ботанический сад КФУ – один из немногих зеленых островков в городском асфальтовом океане Казани. Но даже столь оберегаемые растения там не застрахованы от воздействия вредоносных насекомых. Все иноземные растения имеют на себе, на своей органической поверхности, большое количество насекомых, которые мы даже не замечаем. Таким образом, у нас в оранжере попал экзотический, так сказать, паразит, который у нас стал растеляться. К сожалению, вместе с этими уникальными растениями находят себе место многие насекомые-вредители. Если мы посмотрим на эти листья, то здесь большое количество таких паразитов, как мучнистый червец. Это экзотическое такое насекомое, близкая родственница всем известной щитовки, которая попадает у нас в дома и с комнатными растениями. И бороться с таким, так сказать, паразитом очень тяжело. И если каждый любитель растений привык травить вредители химии, то сотрудники Ботанического сада Казанского федерального университета решили провести биологический эксперимент с помощью личинок золотоглазки. Среди обычных таких экзотов у нас есть еще экзотические плодовые растения, которые, соответственно, поставляют нам плоды. Какие-то фрукты очень приятно вкушать, которые выросли у нас, допустим, на грядках собственного производства. Поэтому было принято решение перейти на биологический метод. Именно золотоглазки были первыми полезными насекомыми, которых в больших количествах разводили для защиты тепличных растений от вредителей. Дело в том, что сама золотоглазка – это бабочка, которая питается нектаром, и ничего она не делает с этим насекомым, то есть не борется с ним. А вот личинки этого насекомого как раз и являются такими ярыми хищниками, которые прям пожирают все, что шевелится. Из-за того, что в борьбе с вредителем не применяются химические вещества, эксперимент сотрудников ботанического сада Казанского федерального университета продлится еще год. Золотоглазки нужно пройти полный цикл возрождения. Главным спортивным соревнованием для студентов является универсиада. В этом году она пройдет в Красноярске. А кто представит на ней Казанский федеральный университет, мы расскажем прямо сейчас. Пять студентов Казанского федерального университета выступят на универсиаде 2019 в Красноярске на соревнованиях по синхронному фигурному катанию в составе команды «Татарстан». Казанская команда считается одной из сильнейших в России. Вчера у нас закончился чемпионат России, мы приехали оттуда серебром, заняли второе место. И это на самом деле очень достойно. КФУ на университете представят Юлия Забнина, Институт математики и механики имени Николая Лобачевского, Ильвина Кабирова, Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого, Диана Павлова, Институт международных отношений и истории востоковедения, а также Арина Пашина и Адиля Шарафиева из Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. За каждой из фигуристок стоит свой путь становления в спорте. Я начала заниматься еще в раннем детстве, с пяти лет. Так получилось, мама сказала, хочешь пойдем на каток покататься? Я сказала, да, меня привели на каток, и вот 16 лет я уже занимаюсь фигурным катанием. Сначала это было так, для себя, для здоровья, но потом пошли результаты, пошли хорошие успехи. Команда «Татарстан» является основной от России на предстоящие соревнования. Второй от страны является команда из Саранска. Главными соперниками, конечно же, являются для нас финны. Они очень сильны в этом виде спорта, но мы готовимся усердно, плодотворно, все силы отдаем и надеемся, конечно же, на победу. Ну, мы будем делать все, чтобы победить, потому что для нас это очень важно, и мы готовимся только к победе. Помимо универсиады в Красноярске перед командой стоит еще много важных спортивных задач. Мы поедем на чемпионат мира, который пройдет чуть позже, в апреле, в начале апреля он пройдет. Но до чемпионата мира еще очень много важных стартов, соревнований, в том числе универсиада, Хорватия, там тоже будет международный этап у нас. Мы готовимся активно. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универньюз. А на этом наш выпуск подходит к концу. Следи за нами в социальных сетях и будь всегда в курсе самых свежих новостей. До встречи!